через 24 часа наконец-таки холдеры xrp которые принимали участие в раздаче токена соло именно делали снимок будь то биржа или кошелек но в основном речь идет о биржах потому что многие например на бинансе не получили свои токены соло они уже скоро получат дело в том что все биржи уже получили раздачу за исключением нескольких у которых были технические проблемы после получения токенов соло биржи анонсируют раздачу поэтому вам следует набраться терпения речь идет о бирже бинанс если мы с вами говорим про ripple то глава ripple все-таки сравнил сек с захватом власти то что она делает и дал довольно таки объемное интервью о котором кстати мы сегодня тоже поговорим кстати икстик объявил создание экосистемы на ripple xrp ledger ну и кстати помните вообще из-за чего последнее время падал биткоин якобы привязывали конечно же запрет криптовалют биткоина майнинга в россии так вот все это отменяется потому что путин уже поддержал идею о легализации и налогобложение майнинга и естественно здесь уже заявлено что большинство ведомств выступают против радикальных мерах касается запрета и он считает что майнинг мог бы стать перспективным направлением и приносить доходы в бюджеты регионов уже сейчас поэтому запрещать ничего никто не будет и все это здраво как и ожидалось мною будет покрываться данью в итоге мы с вами имеем выкуп биткоина около 35 тысяч долларов также стоит отметить что на месячном таймфрейме биткоин смотрится довольно таки отлично это говорит о том что у нас есть карт-бланш на рост и продолжение данного цикла в целом и нас тест на я считаю что это определенно позитив если мы говорим про xrp то например к биткоину xrp уже у нас лежит довольно таки длительное время и сильно не растет хочу напомнить что около 900 дней xrp довольно таки гало себя показывает и не растет то есть потенциал роста xrp он измеряется тем что он может вырасти до 10 иксов дать вам если мы говорим за 10 иксов то соответственно сейчас цена xrp у нас к доллару сша стоит 60 центов до из сна 60 мы умножаем на 10 получаем 6 долларов за xrp поэтому здесь довольно таки интересно и знатно получается то что xrp к биткоину может вырасти в 10 раз ну естественно он вырасти 10 раз к доллару сша тут следует конечно же обратить на это внимание потому что действительно xrp к биткоину валяется очень довольно таки длительное время если мы посмотрим на график который был у нас в семнадцатом году то вот xrp тоже валялся длительное время здесь и причем накопление было довольно таки тоже длительное время но хотя здесь накопление было около 600 дней естественно здесь можно предположить что в данном случае у нас накопление будет дольше да но тем не менее принципе то что сам xrp уже к биткоину довольно таки долго лежит и вполне может выстрелить и все это будет основано на новостях а сек и а соответственно улучшение токена xrp как таково потому что еще компания ripple может выйти на айпио то есть в рукаве рипл есть много козыри почему xrp может вырасти но и также направление нефти да и просто почему потому что это экологически чистый токен в отличие от эфириума и биткоина ничего не имею против потому что это тоже хорошие токены биткоин эфириум на которых тоже можно зарабатывать и соответственно которые тоже себя хорошо показали в отличие вот xrp на текущий момент времени если мы говорим с вами про естественно брэда гарлинхауса его интервью то здесь конечно же она довольно таки объемная давайте разберемся он заявляет многое изменилось криптом мире с последние два года с тех пор как мы провели этот раунд финансирования здесь и речь идет о том что почему выкуп акций имеет смысл почему все-таки ripple выкупила свои акции общая стоимость активов выросла примерно с 200 миллиардов долларов в восемь раз по сравнению с сегодняшним бизнес рипл существенно вырос таким образом несмотря на эти сумасшедшие препятствия всех и честно говоря потерю некоторых клиентов из-за судимного процесса сек мы очень быстро росли и мы чувствуем что начинаем 2022 год с большой силы сегодня у нас на балансе более миллиарда долларов наличных денег то есть ripple может развиваться и принципе банкротства и и здесь просто не рассматривается также мы очень взволнованы тем куда идут дела у нас была возможность выкупить акции по цене 15 миллиардов долларов мы подумали что это хорошее использование капитала для всех акционеров и здесь конечно же стоит отметить какие все-таки глава ripple видит регуляторные проблемы если вы отступите на 100 тысяч фунтов регуляторный климат во всем мире на самом деле изменился чрезвычайно положительно за последние пять лет вы видите что линия тренда для большинства основных рынках признают что цифровые активы могут и будут играть роль в будущей финансовой системе и что это пойдет на пользу потребителям на благо бизнеса и даже на пользу правительств если вы посмотрите на это на очень высоком уровне такие как странная великобритания швейцария япония сингапур представили очень конструктивные рамки да есть регуляторный надзор на они на самом деле поощряют это новшество ну и хочу конечно же ставить свои пять копеек то что россия она тоже сейчас по пути регулирования то есть не запрета именно нормальное регулирование с обложкой данью майнеров трейдеров и всех тех кто связан с криптовалютами и здесь бренгальдхаус думает что это безусловно разочаровывает разочарует американскую компанию в том что мы оказались там где мы есть все продолжают на мой взгляд тянуть время это просто похоже на определенное лицемерие поскольку всех продолжает отмечать что задержка правосудия означает отказ от правосудия то есть но они все время ищут задержки то что еще три пол это ясно все равные условия игры правительства сша и регулирующие органы правительства сша не должны выбирать победителей и проигравши но и здесь стоит отметить что всех искажает факты всех объявила войну ripple мы воинственный я не знаю мы пытаемся защитить себя если вы читаете их первоначальный иск там есть всевозможные утверждения которые на самом деле не основаны на фактах они определенно исказили факты чтобы рассказать историю не отражающую реальность я не знаю воюем ли мы я думаю мы пытаемся узнать правду мы пытаемся решить это как можно быстрее и сек медлит на нас подали в суд можно подумать что если они подадут на нас в суд то у них будут все водки подряд и это они волочат но и конечно я буду воинственный после этого его спросили не связан ли выкуп акции с движениями к пио здесь это проницательное наблюдение в сша действительно самый ликвидный самый динамичный самый большой рынок капитала в мире я надеюсь и ожидаю что мы получим это дело вместе с сек в двадцать втором году затем мы оценим куда двигаться дальше я думаю что в конечном итоге будет будущее ripple заключаться в том что мы станем публичной компанией то есть выйдем на айпио но я не думаю что это вопрос на который мы тратим много времени сегодня учитывая где мы находимся с иском сек то есть они озадачены иском сек и конечно у них в планах выйти на и пио но это уже второстепенно после победы на сек я работаю в ripple уже семь лет всегда были интересные циклы мы конечно имели дело с этим раньше и я рассматриваю это как часть путешествия речь идет о крипто зиме похоже на то что мы уже испытывали я невероятно оптимистичен в отношении будущего ripple и цифровых активов в целом особенно на рынке где мировая экономика опечатает все больше и больше фиатных валют обесценивая валюта который владеет все то есть доллар я бы сказал что я оптимистичен опять же если вы оглянетесь на последние пять лет шесть то увидите что большинство крупных экономик склонялась к криптографии таким образом чтобы поддерживать инновации которые хороши для бизнеса хороши для потребителей теперь колеса правосудия и колеса смены правительства работают медленно я думаю что это займет время но как и в случае многими новыми технологиями люди пытаются изобразить это как и сказал председатель сек говоря дикий запад но и здесь в соединенных штатах штатах криптоиндустрии на самом деле полностью регулируется не сек а си фитиси так что это все равно что рисовать картину кризиса и драмы говорят дикий запад но факты этого не подтверждают ну и когда вы видите что регулирующий орган делает все возможное действительно расширяет полномочия предоставленные ему законом это перебор это как захват власти то есть из этого всего мы узнали что риппл двигается к айпио но это не приоритет приоритет это решить эти все проблемы всех которые сейчас являются то есть выиграть суд и мы узнали что по поводу крипто зимы брэд гайанхаус заявил что он оптимистичен и что он конечно там не знает выживут ли другие проекты но риппл будет жить и он более чем оптимистичен и дальше будет поддерживать свой проект работать над ним без этого никуда но поэтому здесь мы сейчас можем сделать выводы что действительно несмотря на падение несмотря на то что биткоин упал на 50 процентов несмотря на то что другие альткоины тоже скорректировались некоторые на 80 процентов стоит отметить что действительно для полной коррекции для полной картины для так называемая крипто зимы и окончания цикла то есть альткоины по идее должны корректироваться на 95 процентов но при этом на 85 процентов должен и корректироваться биткоин а он всего-то упал на 50 процентов если мы говорим про опять-таки цикличность то биткоин по логике должен упасть где-то на 10000 долларов пока что об этом не стоит говорить по одной простой причине то что у нас на месячном таймфрейме образовалась поддержка ярко выраженная да и она на самом деле решает будет ли продолжаться цикл именно рост криптовалют или не будет то есть если мы уйдем ниже 35 тысяч долларов и уж тем более ниже 30 но я думаю что до 30 тысяч долларов еще однозначно не стоит делать скоротечные выводы но 30 тысяч долларов это вот последнее что куда вообще может сходить биткоин да по сути но это и коррекция довольно таки хорошая это 57 процентов да но зачастую когда биткоин растет то как и в семнадцатом году это было он делает там коррекции размере 50 процентов поэтому сейчас пока что мы наблюдаем пока что мы смотрим как дальше будет себя вести биткоин то что альткоины сейчас падают и то что в принципе трейды на спутовом рынке невозможно потому что рынок уже третий месяц падает до стоит отметить что да действительно рынок не интересен но тем не менее принципе не стоит конечно же терять оптимистичности стоит конечно как и я ранее говорил готовиться к худшему и верить в лучшее поэтому как ни крути я думаю что рынок будет расти только нужно время 17 пока и до новых встреч